Привет, студент! Ты смотришь Универ Ньюз. С тобой Петрова Дарья. Смотри сегодня в выпуске. Президенту Татарстана исполнилось 60 лет. Студенты КФУ первыми поздравили Рустама Мениханова и приготовили сюрприз. Первый ученый совет состоялся в стенах Казанского федерального университета. 1 марта не только первый день весны, но и день рождения президента Республики Татарстан Рустама Мениханова. Благодаря президенту Татарстана было реализовано много проектов в Казанском федеральном. Наш университет не смог остаться в стороне и поздравил президента. Подробнее смотри в сюжете. 1 марта – особенный день. Это день, юбилейный для президента Республики Татарстан Рустама Мениханова. Эта дата особенная и для Казанского федерального университета, ведь Рустам Мениханов является председателем попечительского совета КФУ. Все начинания ректора КФУ Ильшата Гафурова поддерживались президентом Татарстана Рустамом Менихановым. Это казалось и взаимоотношений с федеральным центром, и решений, так необходимых для принятия официальных постановлений и документов с целью передачи объектов Республики в ведение КФУ. Вовремя оказанная поддержка президентом позволила передать юрисдикцию КФУ целый ряд объектов медицинского кластера, и на сегодня Казанский федеральный университет уже имеет в своей структуре университетскую клинику, которая включает в себя многопрофильную больницу на 840 коек с центром клинических исследований. По сути, это единственный пример в России такого плана. Объекты, переданные университету, нуждаются в серьезной реконструкции для вывода на современные общемировые стандарты. Здесь все не так просто, но все же для КФУ это очень значимое приобретение. Сейчас на объектах идут полным ходом ремонтные работы и инфраструктурные модернизации, финансируемые КФУ. Каждое заседание попечительского совета проходит с участием президента, и на каждом из совещаний рассматриваются проблемные для университета вопросы. Эти вопросы зачастую связаны с бюрократическими процедурами, которые президент силой своего авторитета и полномочий имеет возможность решить или содействовать их решению. Новое здание химического института КФУ появилось благодаря усилиям университета, финансированию проекта группой компаний ТАИФ и поддержке президента Рустама Миниханова. Каждое заседание попечительского совета КФУ для президента и членов попечительского совета сопровождается наглядной демонстрацией проделанного коллективом университета за истекший период. И каждое заседание президент отмечает эти очень важные, с его точки зрения, позитивные движения в развитии КФУ. Рустам Миниханов рассматривает эти динамичные изменения, учитывая фактор глобальной конкуренции среди мировых университетов. И после каждого посещения глобальных научно-образовательных центров Рустам Миниханов дает рекомендации и замечания в целях дальнейшего стратегического развития КФУ. Роль и участие в жизни университета президента Рустама Миниханова велико и значимо для коллектива. Участие президента в праздновании 210-летнего юбилея КФУ в 2014 году придало официальный статус мероприятию и воодушевило коллектив университета. Я горжусь вами. Я говорю вам, вы лучшие кадры, которые сегодня есть в республике. И я надеюсь, что просветание республики и просветание университета, оно будет тем вместе. Казанский Федеральный Университет желает президенту Татарстана Рустаму Миниханову здоровья и успеха во всех его начинаниях. Казанский Федеральный Университет будет вашим самым надежным помощником в продвижении науки и образования. Уважаемый президент Татарстана Рустам Нургалеевич Миниханов. В день рождения Рустама Миниханова студенты Казанского Федерального подготовили необычный флешмоб. Смотрим. 1 марта президент Татарстана Рустам Миниханов празднует 60-летний юбилей. Первыми с юбилеем главу республики поздравили студенты Казанского Федерального Университета. В 6 утра на площади свободы перед домом правительства студенты развернули огромный плакат с надписью «С юбилеем Рустам Нургалеевич». В столь зрелищном поздравлении приняли участие около сотни человек. Но на этом сюрпризы не закончились. Накануне юбилея лидера республики студенты украсили здание Казанского Федерального Университета огромным сердцем, фото которого с легкостью можно встретить в инстаграмах казанцев. Фотографию такого необычного и столь зрелищного поздравления Рустам Миниханов уже опубликовал в своем инстаграм. Стоит отметить, что президент республики, несмотря на свой загруженный график, регулярно посещает КФУ. И трудно назвать институт или лабораторию, в которой он бы не побывал. Рустам Миниханов держит связь с преподавателями, студентами, выпускниками и заметно, что не зря. Все сказанное еще раз отлично подтверждает довольно яркое поздравление от выпускницы КФУ Зульфея Шарафеевой, известной всем как Миста Торстан-2017. Рустам Миниханов является председателем Победительского совета КФУ. Реально вовлечен в жизнь университета и заинтересован в его развитии. Безусловно, такие факты дают новый импульс. И можно с гордостью говорить, это наш университет, это наш Татарстан и это наш президент. Аделя Шамилова, Леонард Валерьяров, Универ Ньюс. 28 февраля в Казанском федеральном университете состоялся первый учебный совет в 2017 году. В этот день членам ученого совета поднимались самые важные вопросы. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. В понедельник, 28 февраля, в Казанском федеральном университете состоялся ученый совет. Основной темой встречи стало вхождение в состав КФУ Альметьевского государственного нефтяного института. На заседании присутствовал первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов. Стоит отметить, что Республиканская Миноборнауки выступает учредителем огни. Вопрос о присоединении огней вызвал бурную дискуссию у членов ученого совета. Их активно интересовало то, как же повлияет предстоящая реорганизация на существующий внутриуниверситетский уклад и позиции КФУ в глобальных рейтингах. В свою очередь Андрей Поминов отметил, что Альметьевский вуз не такой большой, поэтому как таковых изменений он за собой не повлечет. Ректор КФУ Ильшат Гафур попросил членов ученого совета рассмотреть ситуацию с присоединением и под другим углом. Ведь благодаря слиянию КФУ обретает новые возможности. По словам ректора КФУ, если мы говорим о пользе, которую принесет нам объединение, то важно помнить, что, например, наш собственный профильный институт геологии и нефтегазовых технологий нуждается в базе практик. В этот день затрагивалась и тема утверждения правил приема на 2017-2018 учебный год. Также ученым советом был принят обновленный порядок начисления стипендий. Было принято и решение о учреждении базовой кафедры ядерно-физического материаловедения на базе Объединенного института ядерных исследований в Институте физики. Дмитрий Таюрский отметил, что 26 марта на праздновании юбилея Объединенного института ядерных исследований в Дубне предполагается подписание договора о сотрудничестве между Объединенным институтом ядерных исследований и КФУ. И уже в рамках такого сотрудничества второй договор об открытии базовой кафедры. Не обошлось и без открытия. Ученый совет решил учредить научный журнал «Казанский вестник молодых ученых», который издается на базе Института международных отношений истории востоковедения Казанского федерального университета. Напомним, что в 2017 год в КФУ объявлен годом Лобачевского, в рамках которого запланировано множество крупных и по-настоящему знаковых мероприятий. Одним из них станет открытие мемориального кабинета Николая Ивановича Лобачевского вместе с образовательным центром для одаренных детей в ректорском доме. Декадета жил и работал великий ученый. По предварительным подсчетам, для его реализации потребуется 15 миллионов рублей. Эти средства университет рассчитывает собрать в специально создаваемом фонде. Год Лобачевский объявили не только мы, но и спасибо им. Таттелеком выступил тоже с инициативой, Таттелеком в своем коллективе тоже объявил, что этот год будет годом Лобачевского для данной компании. И мы договорились с генеральным директором о встрече и о совмещении наших программ. Они сами по себе, мы сами по себе никакого смысла нет. Это будет и в школах мы должны выступать, и я надеюсь, это поможет популяризации математики в стенах нашего университета. Ильшат Гафуров пообещал, что лично внесет первый взнос в фонд вместе с проекторами в размере половины месячной зарплаты. Диана Шилова, Роман Самарин, Леонард Влитяров, Универньюс. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров совместно с делегацией Республики Дагестан посетил Институт психологии и образования КФУ. О том, к чему привела эта встреча, узнаешь в следующем сюжете. Ректор Казанского федерального встретился со студентами Института психологии и образования. Целью встречи стало открытие Центра педагогической магистратуры. А на уровне магистратуры мы первым объединили магистров на площадке Института психологии и образования. Здесь уже вовсю ведутся занятия. Убедилась в этом сегодня и заместитель премьер-министра Республики Дагестан Екатерина Золстикова. Делегация Дагестана не только была возможность услышать о достижениях Казанского университета, но и увидеть все своими глазами. Особый интерес вызвал вопрос подготовки национальных кадров. Здесь этим на протяжении многих лет успешно занимаются на кафедрах и в лабораториях. Ректор университета говорил и о важности той работы, которая делается в Институте. КФУ является единственным вузом, участвующим в проекте 5.100, который поставил педагогику в качестве одного из приоритетов. Мы должны все время куда-то стремиться. Мы должны стремиться реализовать собственные, по крайней мере, реагиции. Но чтобы реализовать эти агрессии, уважаемые наши главные коллеги, они прежде всего должны быть в вас. То есть вы должны понимать, на чем вы здесь направлены, с чем вы будете заниматься. Бывает очень обидно, когда люди теряют золотое время, отведенные для самоорганизации, для получения знаний. Можно сколько угодно перейти все, что вы теряете. Вот это молодое возраст. А в конце встречи ректор университета вручил отличившимся магистрантам благодарственные письма. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации прошло ток-шоу «Мост». Какие выпускники посетили КФУ и о чем побеседовали со студентами, расскажем далее. Как часто вы совершали ошибки? Каким результатом они привели вас? И нужно ли их вообще совершать? Об этом мы не только побеседовали на уже второй встрече выдающихся выпускников КФУ в рамках проекта «Мост», который состоялся в последний день зимы в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Спикер в категории «Стартап» выступил Руслан Шикуров, основатель социального проекта «Донор Сёч». О своей творческой работе рассказал Руслан Сирозиддинов, писатель, главный редактор журнала «Деловой квартал Казань». Спикер в категории «Наука» Виктор Сидоров, политолог КФУ. Разбавила эту мужскую компанию Ляли Бикчентаева, директор Казанского центра достижения молодых. К слову об ошибках, каждый из приглашенных гостей совершал те или иные ошибки, которые в дальнейшем так или иначе определили их судьбу. Ошибки, они позволяют себя познать. Да, действительно, ты плачешь временем, ты плачешь валютой реальной за то, что ты совершаешь ошибки, ты делаешь неправильный выбор. Но взамен ты получаешь иногда, не всегда, смотря как ты относишься к этим ошибкам, ты получаешь валюту в виде познания самого себя. И ты учишься на своих ошибках. После выступлений у студентов была возможность порассуждать на этот вопрос лично с выпускниками в формате OpenTalk. Елизавета Евтифеева, Универ Ньюс. Вот и все новости на сегодня. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok